Псков И вот в скором времени будем пересекать реку Шелонь Она знаменательна тем, что в 1471 году здесь, примерно в этих местах, произошло знаковое рубилово между армиями Новгородской республики и Московского царства Это рубилово завершилось неблагополучно для новгородцев и в результате как бы Новгородская республика канула в лету, была присоединена к Руси и все, и как бы ей настал кирдык, собственно говоря А это была именно республика или княжество? Нет, это была именно республика, потому что властители в этой республике, они были номинальным, своего рода церемониальным таким вариантом А главные властные функции возложила на себя так называемая Новгородская Веча, ну по сути республика А князь он был так чисто, а ну вот нормальный пацан, а ну и воеводы, то есть военные функции, знаете, своего рода министр обороны Если с современными категориями как-то рассуждать, разговаривать Вот, и вот процесс консолидации, собирания русских земель, когда он начался вокруг Москвы Само собой, своим естественным ходом, как бы Новгородская республика должна была стать на движении, в общем, против этого движения Ну, и они как бы, ну вот как я показываю, иной раз, вот так вот произошло И все, и как бы, и вот тоже, как я обычно, очень часто говорю Вот, собственно говоря, вот такая вот загогулина А, вот мы сейчас будем выезжать, да-да-да, вот она, вот эта вот сама река Такая, как видите, в живописном Вот Спасибо 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 Памятник Тысячелетия России, который находится в Великом Новгороде Ну, где мы, собственно, сейчас и базируемся Я знаю, что этот памятник был воздвигнут и открыт при царе Александре II Освободителе Это сто пудов, но точную дату я не помню Вот, и мы сейчас, собственно говоря, ну, подошли к этому месту То есть я как бы очутился на обложке своего детства В каком-то смысле Сейчас будем выпивать легкоалкогольные напитки там, где не положено выпивать легкоалкогольные напитки С какой начнем? С красненькой или с желтенькой? Вообще, на ваше усмотрение Некий алкогольный напиток, который называется Шервуд На контр-этикетке пишут Шервуд гранат, пивной напиток со вкусом граната Значит, второй Шервуд это Шервуд груша, пивной напиток со вкусом груши По составу бомбанеж? По составу Состав пива 58% Вода, сахарный сироп C в скобочках И дробь или фруктозно-глюкозный сироп G Углекислый газ Регулятор кислотности Молочная кислота Лимонная кислота Ароматизаторы Красящий пищевой продукт Концентрат черной моркови Содержит ячменный солод Возможен осадок природного происхождения И градуса 4,5 Вот на памятнике сверху круглый шар это держава На ней ангел, держащийся за крестом, лицетворяет церковь А женщина, преклонившая колено это Россия А вокруг державы это великие деятели цари, князья российские А внизу вот барельефом по кругу идет Это уже разные культурные деятели Не только культурные Я могу предположить что и военные, политические Но более низкого пошиба Нет? Не, но в основном тут эти А вон вояка, вон пожалуйста Явно не поп В какой-то военном прикиде В древнерусском военном облачении Так как Романа вы финансировали Вот с кем у них там терки-то из Рюриковича Из последних царей были И с Иваном Грозным Или с третьим Последний царь Федор Рюрикович Федор Иванович Ну в общем вот они его выкинули отсюда Давайте ваше здоровье Ну тут все понятно Тут все понятно Это напиток, который наверняка оценит прекрасная половина человечества Это однозначно Вкусненький, сладенький напиток Изобилующий ягодными тонами И даже градус я вот на первый врыв даже не заметил какой-то То есть действительно как будто ну ситро Интересный момент Встретились значит с подписчиком канала «Женя пьет» Игорем в Великом Новгороде Вот Игорь нас привел в такое интересное место Игорь, пару слов, что это вообще? Ну это Милава Парк Предприятие обеспечивающее садовыми растениями парки, дачные участки Ну и граждан, и организации тут закупаются Я же прямо вот зашел, посмотрел на это все И не смог вот не достать камеру и не заснять все это великолепие вот это Ну да, на самом деле нехило Очень даже Не пахнет Шашлык, зараза, перебивает Ага Ну и прикольно эти сосны все это Прикольно, да Что у нас такое? Что, неужели три тысячи? Нет? Не может быть такого? Не знаю, может это хедр какой-нибудь редкий Ну не, маловероятно, какая-то дичь получается Ну в общем прикольно в целом В целом интересно Вообще интересно то, что Значит производит у нас вот эту вот всю штучку, да? Производитель у нас значит Вольфас Энгельман На который мы недавно сделали обзор Линейки, да? То есть это у нас Литва Литва, город Каунас, который во времена Российской империи назывался Ковно Вообще название вот это Ковно, конечно, оно так весьма специфично Ну типа своего рода говно Да, можно перефразировать Ну что там? Да, у поляков, например, Кутно Слушай, а кто у нас вон там вон по аллее идет смотреть? А они идут до вот этой красной черты, за которую нельзя А дальше мы им кричим А не получишь, а не получишь Да, ну там девки, кстати Да, одна из них с ребенком, но молодые, судя по всему Слушай, вот им бы сейчас вот это вот прям залетело, я думаю, прям самую душу Обратите внимание, господа Ну, согласно моему предыдущему спичу о прекрасной половине Объемика 0,33 То есть для девочки, которая все-таки хочет немножечко расслабиться Но вместе с тем она девочка, она хочет чего-то такого сладенького И немного, потому что она занимается спортом Она обременена семьей Вот, многочисленными адюльтерами Вот, и тут такая подача 0,33 Да почему бы не хапнуть? Да это, извини меня, не 2, и не 3, и не 5 литров Это всего лишь такой вот, анемичный 0,33 И прайс Да Прайс очень демократичный То есть это покупалось в сети градусы За 59 рублей Ну, то есть 60 рублей за 0,3 Как же на центральной площади постсоветского города И на центральной площади, чтобы не был Владимир Ильич Ну, обижаешь? Конечно же, каждая женщина Каждого советского и постсоветского города Должна иметь возможность для того, чтобы полноценно фантазировать, да? Да, да Про то, как ей во сне является железный Ленин Да, иди-ка ее садомировать Значит, вот он у нас Давай сразу на моменте сравнения с Грушевым, да? Beer taste Да, груша Ну да, ну да Это уже дюшес Старый, добрый, советский Постсоветский, который мы все знаем Здесь по химичному складу все аналогично Вообще, насколько я помню, абсолютно все Ну, отличается просто именно сахарный сироп или фруктозно-глюкозный сироп Вот и все Дюшес Дюшес, знаете, как будто Купили полтора литра дюшеса Его в какую-то кондейку слили И туда, например, в полтора литра Здесь пятьдесят восемь процентов пишут, да? Ну, ноль семьдесят пять, короче, пива Все это дело вот так вот хорошо перемешали И все и подали к столу Пахнет грушей, дыней, чем-то конфетным Давай пробуем Но не так сладко, как вот, как гранат Ну да, процентная доля сахара здесь ниже Но мне он нравится больше Потому что тот уж слишком такой попсовый Слушай, ну мне по первому восприятию тоже больше Да, то есть это такой вот, может быть это из детства То есть дюшес я всегда любил больше, чем всякие малиновые там гозявы Это очень похоже на сидоры Ну да Которые сейчас есть, вот эти типа честерсы и тому подобное И опять-таки не перестаю поражаться тому, что, как пишут, большое количество Больше половины пива, а я его здесь вообще не ощущаю Даже ни горчинки, вообще хоть детям подавай, ей-богу Как вы можете видеть, Мурзагали не чуждо ничто, человеческое, прекрасное Конечно, конечно, и в моей душонке вполне себе органично уживается Мразь ебаная, падаль, тварь и любитель прекрасного Ну что, можем порекомендовать, я думаю, да? Можем порекомендовать, но брутальным, таким, конкретным, таким, алкоголиком пивным Ну, знаете, только если вот побаловаться, если вот хочется, знаете, какая-то блаш нападает Что-то такое эдакое после зарплатки вытянуть То можно, конечно, и так А положником пить, ну это только, это только женщины и изнеженные мужчины Вот так вот, однозначно Игорь, пару слов вот об этом, значит, сооружении Это вот знаменитый новгородский детинец Правда, я не помню, почему он так называется Раньше в нем был ресторан, ну, вот местная кухня Советское время Да, не, уже потом и в это, и после Советского Союза был еще А сейчас вот я не знаю, чего тут хотят восстанавливать Что тут будет? Может там, пойдем посмотрим таблицу Пойдем, чтобы Брадиса, Брадиса, вероятно Тут еще, видите, какое соображение вступает в свои права У него, вот у этих пивных напитков, у них У них более многогранный химический склад Они более сложны химически, чем пиво А, например, лицам, которые страдают с заболеваниями ЖКТ Это уже может стать критичным Поэтому и пиво-то критично, да Если у человека, например, гастрит и язва, то ему, ну, водку можно А уже коньяки и пиво, это уже сложнее А это еще сложнее То есть, вроде как и сладость и приторность Но это тяжелее пойдет ослабленным организмом Понимаете? Отдыхаем на таком модернизируемом потихоньку Стадионе для регби Здесь есть местный регби-клуб «Варяг» Вот мне интересно, есть ли, например, в Астрахани какой-либо регби-клуб Он, кстати, какой-то там в рейтинге по северо-западу «Варяг» Да, и я могу сказать совершенно точно Что если он и есть у нас какой-то регби-клуб У него нет своего стадиона Это однозначно А здесь вот имеется Сейчас здесь пацанята, видимо, к началу сезона приводят его в порядок Тут косят траву туда-сюда А вот слепой дождик, крабык Грибной Да, да, грибной, но слепой он у нас называется почему-то Вот, и, ну, на самом деле жарко И, в принципе, можно даже будет устроить лютый заныр В месте, где река Волхов начинает вытекать из озера Эльмень То есть, как бы, ну, сами понимаете Ну, там посмотрим уже по раскладу Кстати, еще такое наблюдение Вот этими напитками, в принципе, можно замечательно опохмелиться Замечательно Если они простоят всю ночь в холодильнике Будут такими холодненькими И вы просыпаетесь вот с такой головой Открываете холодильник Достаете одну баночку вот этого напитка И ее залпом осушаете И наступает scroll around Понимаете, как говорят ирландские алкаши Медленное облегчение И большего и не нужно, в принципе А если вы, например, проснетесь вот с такой головой Где-то к обеду И совершите над собой героическое усилие И дотерпите вот с такой головой Немножечко уменьшающиеся в объемах до вечера И перед сном бахните эту баночку То у вас будет отличный сон Клевый scroll around А на следующее утро вы покушаете свою манную кашу Потискайте жену за попку И отправитесь опять покорять трудовые вершины на своем заводе Вот, однозначно Слушай, ну отлично вообще молвил Просто вот, как говорится, выпьем за все, что ты сейчас сказал Вот за этот самый screw around Да, 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 да Вот вы сейчас увидели вот этот перформанс И у меня пришла в голову мысль, что это постсоветский ответ Известнейший в определенных кругах рок-группы The Birds Какими хитами словно эта группа? Какими хитами? Ну, Mr. Tambourine Man Кавер Боба Дилана И самая их популярная песня Которая заняла топ-1 И в Billboard И в UK Album Chart А, Single Chart И при этом это чужая песня Да, это кавер на Боба Дилана Всем мир! Ребят, вот такой вот обзор Коротенький, ненавязчивый Путешествуйте! У меня начальничек, короче, он дико врубается по Coca-Cola Он ее пьет за место воды Вот, и я вот удивляюсь, что у него там внутри происходит Вот от всей вот этой подачи Это же просто трындец Ну как так? А в состав колы входит ортофосфорная кислота А, я читал об этом То есть она чуть-чуть смазывает давление сахара Чтобы ты не проблевался сразу После того, как выпил Что-то такое Она очень хороший растворитель И дальнобойщики ее используют Для откручивания заржавевших гайок Вд-шка, Вд-шка Они пластилином или хлебом гайку вот такой бортик делают Заливают И ждут Она отмокает и откручивается Отлично, отлично Короче, послесловием, что я хочу сказать про этот напиток Вот я сейчас допиваю вторую банку, да, до конца И чувствую определенное, знаете ли, такое Чувство легкого дискомфорта в животе То есть о чем это говорит? А, видимо, о том, что какие-то вот эти химические примеси Которые здесь Сахар, прежде всего Сахара к сахару Большое количество Вот, знаете, 58% пива, 42% сахара Ну, в общем, больше одной такой банки я бы точно не рекомендовал выпивать А похмелиться? Оно, конечно, вкусно Вкусно, классно, но Для моего видавшего вида желудка это уже тяжеловато То есть вот две баночки и как бы не очень, не очень Такие дела, ребята Спасибо 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 Спасибо